Достижения каждого победителя конкурса «Человек года» впечатляют. К примеру, звание «Производственник года» удостоен сотрудник химико-металлургического завода Евгений Лачканов. Под его руководством на проектную мощность вышел комплекс установок по производству экспериментального топлива. Его команда адаптировала и практически заново создала технологию синтеза смеси нитратов урана и плутония, производства таблеток и твелов. В планах 2018 год – изготовление еще трех экспериментальных сборок. Это подготовка производства для изготовления оксидного топлива, в отличие от сегодняшней программы, это нитридное топливо. Это модернизация производства. А в номинации «Наш шаг впереди» награду получил инженер-технолог радиохимического завода Андрей Чиков. В течение двух лет он руководит работами по разработке и испытанию технологии переработки ядерного топлива для реакторной установки «Брест-300». Это не моя личная заслуга, это заслуга моего коллектива, с которым я работаю. Это заслуга непосредственно ИРХЗ. То есть я не считаю это личной победой. Наставником года признан начальник объединенного участка завода разделения изотопов Александр Хромцов. Стаж его работы в отрасли – 22 года. По мнению жюри, он является успешным преподавателем для молодых работников и руководителем производственных и преддипломных практик студентов Томского политехнического университета. Одним из принципов нашей компании, нашего всего ТОЭЛа – это единая команда. А единая команда сплачивается от верха до низа, от молодых работников до опытных. Ну и мне приятно, что оценили мой скромный вклад. Сотрудники СХК также получили награды в номинациях «Восходящая звезда», «Общественник» и «Спортсмен года». Победители и призеров конкурса поздравили руководители предприятия. Каждый получил именной сертификат. А вот эти ребята, которые сегодня здесь на стене стоят, вот они как раз дают тот задел. То есть они такие, ну, в моем понимании, тоже локоматичники по каждому направлению, за которыми должны, в общем-то, и другие тянуться. Конкурс «Человек года СХК» проводится с 2010 года. Его основная цель – выявить и поощрить талантливых работников предприятия, повысить значимость их вклада в общий результат работы Сибирского химического комбината.